Я расскажу еще один случай, когда мужчина страдал привычкой к курению. Курить ему было категорически запрещено врачами, потому что курение уже настолько, то есть в принципе такой вред его здоровью, но он никак не мог бросить курить. Что делала его супруга? У них был маленький ребенок, и супруга каждую ночь, когда вставала по несколько раз за ночь к ребенку, что она делала? Она программировала своего супруга. Программирование должно носить конструктивный характер, там не должно быть каких-то негативных моментов, вы не должны говорить, что не должен то, не должен это и так далее. Просто-напросто. Вот эта женщина, что она делала? Она просыпалась ночью к ребенку, сколько раз просыпалась, столько раз она повторяла, что тебе важно быть здоровым. Для того, чтобы тебе важно быть здоровым, тебе необходимо подумать о том, какую пользу ты получаешь от курения. И затем, в зависимости от того, что приносит больше пользы, либо вреда, ты должен принять решение. Ты должен быть здоровым. Тебе необходимо думать о своем здоровье. И так далее, и так далее. Она программировала, она все время говорила о том, какую пользу ему принесет либо его здоровье, если он бросит вот эту привычку. И вы знаете, этот человек тоже пишет о том, что бросил курить легко, без всяких каких-либо воздействий извне.